Суфизм, тайное учение мистического ислама, рассматривает духовность как то, где человек находится ежедневно, выполняя свои социальные обязанности, и не разделяет жизнь человека на духовное и бездуховное времяпропровождение, понимая под духовностью стремление индивида к познанию тайн природы. В противовес тому, что под духовностью обычно понимают люди, как то эмоциональный экстаз для одних и ничего не значащая категория для других, суфии раскрывают понятие духовности через образовательный процесс, который выражается как в традиционном научном познании, так и в изучении философского понимания мира. Философы и мистики древности видели человека как тройственную структуру, состоящую из духа, души и тела. В их понимании духовность заключалась в процессе выстраивания четкого взаимодействия между представленными структурами человеком с помощью бережного отношения к телу и поддержания его в здоровой и крепкой форме, интеллектуального развития и расширения кругозора посредством постоянного образования и обучения мыслительному процессу, который способен связать три формы человеческого сознания воедино. Согласно мистику и оккультисту XIX века Елене Петровной Блаватской, материя испытывает постоянное влияние со стороны человека посредством трех категорий – веры, идеи и силы. Другой мистик, философ и оккультист XX века Менли Палмер Холл утверждает, что процесс познания должен опираться на три познавательные структуры – религию, философию и науку. Подобно тому, как духовный человек в понимании мистиков и оккультистов связывает воедино три составляющие своего существования – тело, душу и дух. Духовность выражается в познавательном процессе, опирающемся на научное, философское и религиозное познание мира. Необходимо подчеркнуть, что под религией здесь подразумевается не какой-либо культ с тоталитарными наклонностями, но выражение трансцендентальных устремлений человека, то есть его способность и стремление описывать мир с метафизической стороны, руководствуя способами и теориями, которые могут не входить в привычную научную картину мира. Без философии нет науки, как и науки без философии. Религиозные тенденции человека являются вдохновляющими для двух перечисленных в его попытках объяснить связь между собственным существом и величественной категорией, именовавшейся в разные времена богом, материи, природой или вселенной. Пифагор, философ, мистик, оккультист, ученый и атлет античности видел тело как храм духа и души. Именно по этой причине пифагорейская античная школа философии пропагандировала трепетное и бережное отношение к телу, именуемому ей физической оболочкой или идолоном. Душа, называемая философами древности психеей, являлась олицетворением интеллектуальных и познавательных способностей человека. С помощью образовательного процесса и благодаря исследовательской способности развивался кругозор философа, позволяя ему воспринимать все более глубокие, описательные идеи мира. Людей, способных воспринимать мир с позиций чувств и их интеллектуальных интерпретаций, философы античности называли психиками. Дух, или пневма, даровал исключительное видение человеку, который раскрывал себя с позиций мыслителя и философа, видящего тончайшие незримые связи между объектами мира и воспринимающего себя неотъемлемой частью мироздания. Такие люди в философских категориях назывались пневматиками. Телесное развитие, вкупе с интеллектуальным и чувственным познанием мира, наполненные смыслом и вдохновением при помощи способности мыслить и философствовать, задействовали тело, душу и дух человека, формируя его цельное восприятие. Подобный мистический процесс в понимании философов представлял собой сердце человеческой духовности. Тему духовности еще более полно раскрывает суфи XX века, Идрис Шах, в книге «Командующая я», говоря о том, что суфью как философскому наставнику и учителю приходится помогать другому человеку устранять внутренние барьеры, снижающие его чувствительность. В этом контексте духовность понимается суфиями как жизненный порядок и мировоззрение, подводящее человека в первую очередь к определенности и ясности на уровне его бытовой жизни. Именно эти явления, согласно суфиям, являются базой и основой для дальнейшего обучения более глубоким и сложным научным и философским категориям ученика, вставшего на путь познания. Не так давно я сказал что-то подобное одному человеку, который тут же стал настаивать. Однако я должен познать себя, ведь к этому должны стремиться все разумные люди. Я спросил его, как он понимает выражение «познать себя». Выяснилось, что он думал, будто это означает прорыв в более высокие состояния сознания. Причем стартовать он собирался прямо оттуда, где пребывал в настоящий момент. Он и мысли не допускал, что сначала надо привести в порядок свое обычное, более низкое состояние сознания. Попытаться бегать, не умея ходить, в этом смысле не показалось ему абсурдным. Идрис Шах, командующая Я. Согласно Идрису Шаху, люди путают эмоциональный экстаз с духовностью, представляя путь познания как удовлетворение своих экзотических эмоциональных потребностей. При этом мистика-философ говорит, что суфизм не видит в материализме исключительное зло, а в духовности исключительное благо, в тех рамках пониманий, под которыми этими категориями пользуются люди. Там же Идрис Шах пишет. Отметьте для себя следующее. Суфийская духовность может помочь человеку иметь дело с тем, что вы называете пороками и недостатками. Необходимо заметить, что суфи не против, например, человеческих эмоций, а не против сверхактивности эмоций, ведущей или к порокам, или к другой крайности, воображаемой святости и иллюзорному духовному опыту. Первым делом вы должны понять, что так называемая духовность обычного человека – это неопределенное устремление к чему-то высшему или, возможно, потакание некоторым видом эмоциональности, почитаемым только в силу обыча из-за исторической или ассоциативной связи с тем, что в течение длительного времени понималось за духовное или провозглашалось духовно. Опять же, материализм рассматривается как привязанность к накоплению материальных вещей или к определенному их использованию. В том, что обычно называя духовностью сбитые с толку люди, содержатся элементы, имеющие ценность для развития. Это именно та часть духовности, с какой имеем дело мы. В потоке материального также есть элементы, с которыми мы работаем. При этом Идрешах пишет, что духовность – это понимание, а не воображение. Какие выводы можно сделать из сказанного мистикам относительно понимания суфизма, традиции философов и мудрецов, такого емкого и неоднозначного в понимании обычного человека понятия? 1. Понятие духовности носит более объемный и глубокий характер, в сравнении с тем, к которому привыкло общественное сознание и которое является результатом культурной и социальной пропаганды. 2. Для мистиков духовность тесно переплетена с понятием материи и является конкретной категорией, с которой человек соприкасается в процессе своего обучения. При этом духовность неразрывно и тесно связана с повседневной жизнью человека, представляя ее порядок и ясность в принятии решений в самых бытовых вопросах индивидам. 3. Третье вытекает вследствие из второго. Эмоциональные всплески и эмоциональный экстаз, которые привлекают определенных людей, являясь смыслом их поиска, не имеют ничего общего с духовностью, представляющей конкретное понятие, связанное с повседневной жизнью человека и выраженное в первую очередь в наведении порядка в быту и устоявшемся ежедневном распорядке вещей. При этом, согласно Идрису Шаху, духовный поиск в жизни человека должен базироваться на его здравом смысле и ясном рассудке. Эту же мысль выражает другой мистик XX века, Менли Палмер Холл, отвечая на вопрос о целесообразности полового воздержания в духовных поисках обычного, неподготовленного специально человека и духовных практиках, которые в понимании некоторых людей должны противопоставлять себя обычной мирской жизни. Будем помнить, что если духовность есть истина, исходящая изнутри, то вовсе не личное чистолюбие человека пытается навязать ему абстракции. Правильные мысли, чувства и поступки настолько облагораживают внешнюю жизнь, что внутренняя, просветляющая, совершенствующая и вдохновляющая, реальность сияет все ярче. Мирскую жизнь нельзя уничтожить насильственным принуждением. Она отмирает сама собой после того, как человек потрудился и усвоил все уроки, которые она призвана преподать. Менли Палмер Холл – основание эзотерического знания. При этом здравомыслие совместно с повышением образовательного и культурного уровня индивида являются ключевыми, по мнению Менли Палмера Холла, для людей в общем понимании, занятых духовными практиками, а в понимании мистиков, начинающих метафизиков. Там же Холл пишет. Многие переоценивают степень своей просветленности, считают себя высокоразвитыми сущностями, стоящими на самом пороге космического сознания. Хотя в действительности они не достигли еще даже приемлемой степени простого здравомыслия. О тайнах прозрения часто спрашивают люди, не научившиеся пока принимать наиболее важные и разумные решения житейских проблем. Эти благонамеренные, но неразумные личности, люди которым не достает ни образования, ни культуры, ни проницательности, люди лишенные мудрости и рассудительности и не умеющие владеть собой, искренне верят, что если будут правильно дышать и питаться, либо истово во всем себя ограничивать, то на них очень скоро не зайдет вселенское понимание, и они обретут все, не являясь при этом ничем. Из сказанного становится понятным, что человек, рассуждающий о духовном поиске и поиске духовного в жизни, в самую первую очередь должен привести в порядок жизнь на бытовом и социальном уровнях, заняться своим образованием и собственным культурным просвещением. Подобное подразумевает, что такой человек в своем духовном познании будет отталкиваться подобно мистику от трех составляющих научно-исследовательского потенциала, философского понимания происходящего и ясного религиозного описания и осознания необходимости духовных поисков. В сущности же духовность в философском и мистическом пониманиях подразумевает ясное и адекватное восприятие жизни и бережное отношение к собственным физическому, моральному и материальному ресурсам. Порядок в бытовой жизни и умение принимать верные решения в самых обыденных житейских вопросах являются той базой, на которую ищущий духовного осмысления жизни человек сможет опираться в дальнейшем при соприкосновении с гораздо более емкими и глубокими категориями, чем быт обыденной жизни. Согласно мистикам, человек, растрачивающий себя и живущий в бытовом хаосе, не способный зреть суть вещей, связанных с его обычной социальной жизнью, будет лишен ясности и понимания и в духовных начинаниях. При этом мистики вводят такое понятие как воздержание, которое в общем смысле означает сознательную форму ограничения, основанную на самопознании и имеющую целью достижения внутреннего порядка души. Подобное определение опирается на осознание того факта, что человеческий жизненный ресурс, представленный его морально-волевыми качествами и стремлением к упорядоченной ясности в жизни, является ограниченным. Человек же, постоянно находясь в эпицентре бомбардировки социальными и культурными стереотипами, рекламой и пропагандой, находится в постоянном стрессе и реагирует слишком эмоционально на внешние раздражители, вовлекаясь зачастую в ненужную и навязанную для него деятельность. При этом, затрачиваясь и вкладываясь в те направления, которые не предназначены для интеллектуального и чувственного развития, индивид теряет драгоценный запас своих ресурсов, испытывая их острый дефицит в тех сферах, которые призваны вдохновлять и развивать его сознание. Воздержание позволяет упорядочить человеческую жизнь, воспитав в индивиде умение бережного и адекватного распределения собственных сил. Подобное не избавит человека от трудностей, связанных с обучением, но существенно снизит его физический, моральный и материальный износы. Мистики говорят о семи жизненно важных сферах человеческой жизни, через которые на индивида оказывается негативное влияние со стороны социума и политических институтов и, убрав которые, он способен значительно повысить ясность восприятия жизни и исключить из нее моральное и ментальное истощение, сделав первые действенные шаги к осознанию истинной духовности своего существования. Продукты питания и напитки Некачественные еда и питье существенно подрывают физическое здоровье человека, что отражается на ясности и осознанности восприятия человеком окружающего мира. Подобные продукты являются постоянным стрессом для индивида, а сопутствующие этому последствия существенно снижают его психологические и ментальные способности. При этом, приведя в порядок рацион питания и отказавшись от вредных продуктов и пищевых ядов, человек способен сохранить массу сил и энергий, которые могут быть затрачены им на пути познания. Здоровое тело является необходимой базой и основой, на которую человек опирается в своих интеллектуальных и духовных поисках и изысканиях, требующих от него полных погружения и отдачи. Лекарства Фармакология, являясь крупным бизнесом, зачастую отталкивается не от персональной пользы для конкретного человека, но от финансовой целесообразности и выгоды производителя лекарственных средств. Проявляя благоразумие и здравомыслие, человеку представляется возможным привести свой обычный распорядок жизни в норму, рассмотрев более серьезно и детально такие вопросы повседневности, как здоровое питание, здоровый сон, здоровая физическая и интеллектуальная активность. Если не говорить об экстремальных проявлениях, то рациональный подход к этим жизненно важным сферам способен значительно снизить человеческую усталость и истощение, что в большинстве случаев может привести к естественному оздоровлению организма, доступными для человека средствами. При этом лекарства следует употреблять при необходимости, согласно результатам исследований и анализов, у проверенных и вызывающих доверие специалистов. Электромагнитное излучение В книге «Электромагнитные волны и человеческое здоровье», опубликованной профессорами Феязом Аздемиром и Ащегюль Карги, специалистами в области медицинской онкологии, говорится, с одной стороны, об однозначном мнении одной группы ученых о влиянии электромагнитного излучения на рост и развитие клеток организма, с другой же стороны, о неоднозначной позиции другой группы исследователей относительно влияния электромагнитного излучения сотовых телефонов на когнитивную функцию и моторику человека. Несмотря на то, что в современных условиях применение электромагнитного поля с помощью различных технологий оказывает огромное влияние на профессиональную и социальную сферы жизни человека, мистики рекомендуют по возможности воздерживаться от излишнего и чрезмерного пользования гаджетами, оказывающих непосредственное влияние на физическое и психологическое состояние индивидуума. Средства массовой информации Философы и мистики говорят о том, что, как и к любому источнику информации на протяжении процесса обучения, человеку следует быть особо внимательным к различным массовым изданиям и каналам, проверяя предлагаемые факты с особой тщательностью. На самом бытовом уровне критерий истинности относительно источников информации означает, что если выносимые на рассмотрение и пропагандируемые суждения разжигают ненависть между людьми, ведут к дезинтеграции и обособлению человека в социальных и духовных сферах, то взаимодействие с подобным источником информации рекомендуется прекратить, распознавая в нем ложные и опасные тенденции. Музыка По мнению философов и мистиков, музыка оказывает существенное воздействие на формирование духовного восприятия мира у обучающегося, обращаясь и взаимодействие напрямую с эмоциональной и чувственной частями его сознания. С философской точки зрения музыка, как и любое другое искусство, должна вдохновлять человека и раскрывать его творческие и созидательные потенциалы. Рваный темп и неразборчивость передаваемых смыслов образов оказывают непосредственное влияние на психическое состояние человека, вызывая в нем потерю концентрации и провоцируя затрачивать дополнительный ресурс, чтобы восстановить внутренний порядок, при котором тело, интеллект и чувства человека взаимодействуют между собой как равные и сбалансированные части человеческой познавательной системы. Загрязнение воздуха В выпуске журнала «Наука и жизнь» под номером 11 2006 года, доктор биологических наук Сергей Савельев приводит данные о том, что нервная система человека и в первую очередь головной мозг потребляют в состоянии покоя порядка 15% всей поступающей энергии в организм. Во время мыслительного процесса и увеличения мозговой активности эта цифра поднимается до 25-30%. При этом головной мозг потребляет порядка 18% всего поступающего кислорода в человеческое тело в пассивном состоянии и около 25% в состоянии повышенной активности. Другими словами, для здорового функционирования головному мозгу необходим доступ к чистому воздуху. Физическая активность на свежем воздухе, отказ от употребления дурманящих и наркотических веществ, включая никотин и алкоголь, а также бережное и трепетное отношение к окружающей среде и тесное взаимодействие с природой, способны привести человека в тонус, оказывая оздоравливающее воздействие на человеческие, физическое и психологическое состояние. Образование. Согласно философам и мистикам, постоянный образовательный процесс играет наиважнейшую роль в жизни человека, формируя его мыслительную способность и развивая в нем созидательный потенциал. Общая тенденция современности в обесценивании образовательной системы путем постоянного пересмотра взаимосвязей научного, философского и религиозного методов познаний и выстраивания ложной иерархии приоритетности, в которой одна сфера доминирует над другой, по мнению мистиков, ведет к негармоничной жизни, в которой человек видит мир в сформированных и закрепленных жестко рамках и границах. В философском и мистическом пониманиях образовательный процесс должен быть направлен на расширение кругозора человека, ровное и расширение диапазона взаимодействия, в рамках которого индивид воспринимает окружающий мир и осознает свою роль в его развитии. Любое знание с точки зрения философии должно применяться человеком на общее благо и выстраивание связи с общей человеческой семьей, а также на формирование осознания своей ответственности перед лицом всего человечества, развивая внутренние творческие и созидательные потенциалы и границы чувственного восприятия мира у самого человека. Любая информация и знание, которые не служат этим целям, рассматриваются философами как бесполезные и не имеющие реальной связи с действительностью. Избавляясь от негативного влияния в перечисленных семи сферах жизни, у человека появляется возможность осознать духовность и ее значение в истинном и наиболее эффективном понимании, приведя в порядок быт и повседневность, реализуясь творчески и раскрывая свой внутренний потенциал, при этом становясь творцом и осознанным участником в общем эволюционном движении всей человеческой семьи. Только так у человека есть шанс прийти к пониманию собственного предназначения. Субтитры создавал DimaTorzok